Запомни главное, пить можно сколько хочется и когда захочется. Жажда это лучший показатель, который эволюция дала нам для того, чтобы понять, нужно пить или не нужно пить. Серьезно, это именно так и работает. Если тебе хочется пить, это значит, что в твоем организме недостаточно воды. Если тебе не хочется пить, значит в твоем организме все в порядке. Естественно, мы рассматриваем нормальные условия, которые подходят для подавляющего большинства людей. В случае наличия каких-либо заболеваний, отклонений, экстремальных условий, в которых ты вдруг находишься, это правило не будет работать. Но ведь в интернете полно статей о том, что нужно выпивать ежедневно минимум полтора-два, то и два с половиной литра воды или хотя бы там 8-10 стаканов. Что насчет этой рекомендации? Во-первых, тебя должно было смутить то, что эта рекомендация носит общий характер, а-ля она подходит абсолютно для всех, независимо от того, какой комплекции люди, какой образ жизни они ведут, как часто много они тренируются и так далее. То есть огромное количество параметров, условий, которые влияют на то, будешь ты испытывать жажду или не будешь, не берутся в расчет. 8 стаканов. Откуда вообще взялась эта идея? Я провел небольшое исследование и выяснил, что впервые такая рекомендация появилась в журнале US Food and Nutrition Board. В статье, где она появилась, было сделано два важных замечания. Во-первых, указанное количество воды не было получено в ходе какого-либо исследования. А во-вторых, большую часть этого количества воды человек уже получает вместе с пищей. То есть это не то количество, которое нужно выпивать отдельно. Ну а как мы знаем, стоит любой, даже абсолютно бессмысленной идее дать достаточно времени, и она прорастет в умах людей настолько сильно, что они будут воспринимать ее как данность. Кстати, касательно еще одного популярного мифа. Многие почему-то считают, что при учете количества выпитой воды нельзя учитывать чай и кофе. Мол, они обладают мочегонным эффектом. По крайней мере, они так от кого-то слышали или где-то читали в интернете. Но если мы обратимся к научным исследованиям, а ссылки на все материалы я оставлю под видео, то мы увидим, что ситуация как раз обратная. Поэтому да, чай и кофе тоже нужно учитывать в количестве выпитой воды. С этим разобрались, переходим к вопросу, нужно ли пить воду на тренировке. Да, конечно, нужно, потому что во время активной тренировки наш организм также активно начинает потеть. К чему это приводит? Например, кровь становится более густой, сердцу становится тяжелее ее качать. Соответственно, во время еще и активной тренировки сердце получает дополнительную нагрузку. Их на самом деле огромное количество, все я сейчас перечислять не буду, но суть в том, что если вы не хотите давать своему организму ненужный стресс, то нужно следить за балансом той воды, которую вы тратите и которую употребляете. Кстати, очень многие ошибочно принимают процесс потери влаги во время активной тренировки за похудение и начинают хвастаться, как они за одну тренировку смогли похудеть на полкилограмма или даже на килограмм. Но в действительности так быстро похудеть невозможно. И все, что они сделали, это потеряли запасы воды в организме, которые обязательно нужно восстановить по причинам, которые я уже объяснил чуть ранее. Не нужно пить сразу залпом и много так, чтобы вода начала бурлить в животе и мешать вашему тренировочному процессу. Достаточно просто понемногу время от времени выпивать для того, чтобы восполнить свои потери. Ладно, с тренировочными вопросами мы разобрались. Переходим к следующей интересной части. Она касается того, нужно или не нужно пить воду во время еды. Ведь по этому вопросу тоже в интернете существует огромное количество разных мнений. Главная причина, по которой ты чаще всего увидишь рекомендацию не пить во время еды, будет заключаться в том, что добавление лишней воды снижает концентрацию желудочного сока и ухудшает процесс пищеварения. И если честно, то подобный бред говорит о том, что человек, который его не написал, не знаком даже со школьным курсом биологии. Основная задача желудка заключается в перемалывании пищи в химус. И делает он это за счет механических сокращений и кислоты. Что же произойдет, если мы добавим в это уравнение еще немного воды? Собственно говоря, мы просто немного облегчим работу нашего желудка за счет того, что сделаем твердую пищу чуть менее твердой. При этом не нужно бояться, что добавление воды каким-либо образом понизит уровень pH. Ведь чтобы понизить его хотя бы на один пункт, потребуется выпить залпом несколько литров воды. И это только первый момент. Второй заключается в том, что желудок устроен таким образом, что он задержит в себе твердую пищу, а воду довольно быстро пропускает дальше. И, наконец, третий момент, который нужно учитывать в этом вопросе, который знает любой человек, который открывал хотя бы раз учебник по биологии человека, заключается в том, что желудок способен самостоятельно вырабатывать дополнительное количество кислоты для поддержания нужного его уровня pH. Пейте спокойно во время еды и не переживайте по этому вопросу. Последняя тема, которую хотелось бы осветить сегодня. Как температура напитков влияет на то, что будет происходить в вашем желудке? Дело в том, что существует достаточно распространенное заблуждение, что потребление пищи вместе с холодными напитками будет мешать процессу пищеварения за счет того, что холодная вода будет выталкивать пищу в тонкий кишечник желудка. В действительности же научные исследования не подтверждают этого. Более того, в случае, если пища или вода по температуре отличаются от температуры тела, то первым делом организм займется тем, что будет выравнивать ее температуру. То есть, если вы потребляете холодную пищу, то в процессе пищеварения организм будет ее нагревать до комфортного для себя состояния. А если вы потребляете горячую, то наоборот будет охлаждать. В очередной раз хочется сказать, не нужно верить всему тому, что вы находите в интернете. Используйте научный подход, критическое отношение к новой информации, и тогда у вас все будет в порядке. С вами был Антон, канал Street Workout. Пока!